С широкой душой и безудержным весельем большинство свадеб в нашей стране по-прежнему отмечают с размахом, словно в последний раз. Только вот статистика разводов неутешительна. Так, по данным Краевого Минюста, в прошлом году заключили брак 11,5 тысяч пар, развелись чуть больше 10 тысяч. Из них 66 семей не протянули и года. Как правило, развод сопровождался дележкой имущества с утомительными хлопотами и нервотрепкой. Я была свидетельницей очень многих плохих разводов, когда делят старые побитые машины, делят шторы. Прежде чем связать себя узами брака, жительница Барнаула Екатерина вместе с будущим супругом предусмотрительно решилась на брачный договор. И теперь в случае развода, в суде или со скандалом делить имущество не придется. Брачным договором они определили, квартира останется за общими детьми и мужем, которым в свое время подарили недвижимость родители. В жизни бывают всякие ситуации и лучше быть готовыми. Мне кажется, самое страшное для человека неизвестность. А сейчас, да, я знаю, что в этой квартире мне ничего нет. Это его квартира. И я считаю, что это правильно. Когда имущество имеет отношение только ко мне, оно будет сфиксировано как мое в брачном договоре. Заключение брачных договоров, вопреки всем суевериям, мол, подпишешь, сразу разведешься, становится все популярнее. В 2019 году в Крае на брачные контракты решились почти 3000 пар. В 2020-м уже на 800 больше. Брачный договор, он же регулирует не любовь и дружбу, и взаимоуважение в семье. Брачный договор регулирует имущественные отношения супругов. А сейчас все-таки народ задумывается о том, чтобы заключить брачный договор. Именно для того, чтобы распоряжаться своим имуществом. Брачный договор нередко помогает в случаях, когда пара берет ипотеку. И один из супругов не подходит по критериям банка. Супруги изменяют режим совместной собственности, и тогда ипотека оформляется на более платежеспособного супруга. Нередко заключают договоры бизнесмены. Оформляют имущество на жену или мужа, чтобы финансово защитить свою семью от возможных проблем в своем бизнесе. И еще одна категория – настойчивые родители чада, к которому они приобрели жилье. Отметим, брачный договор должен быть обязательно удостоверен нотариусом. И именно нотариус отвечает за то, чтобы договором не были ущемлены права одного из супругов. Нотариус выясняет вашу волю и составит договор, который устроит обоих супругов. Если общее правило говорит о том, что то, что приобретено в период брака за деньги является совместной собственностью супругов, это вот такой закон, то брачный договор говорит, если это не изменено брачным договором. А брачный договор уже может установить режим раздельный, долевой, либо совместный на какие-то иные виды имущества, собственности, по усмотрению супругов, как они договорились. Иными словами, брачный договор – это своего рода личный закон семьи, говорят в нотариате. Он помогает двум близким людям договориться по такой важнейшей теме, как имущество, пока они находятся в хороших отношениях, ценят и уважают позицию своей половинки. Брачный договор позволит избежать судебных процессов, а в жизни, как известно, бывает всякое. Как говорят те, кто заключает брачный контракт, они предпочитают жить доверием, а не слепой верой. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.